Ко всем проблемам нашего образования я бы еще добавил, что существует некоторая необратимость этих проблем. Она заключается в том, что если вдруг сейчас мы попробуем резко вернуть советскую систему образования, то мы столкнемся с тем, что у нас может просто не хватить учителей, которые могли бы преподавать по этой системе. Я закончил школу всего 12 лет назад, а в ней из двух десятков учителей, которые учили меня тогда, осталось человека 2-3. То есть все остальные учителя — это учителя, которые почти всю свою карьеру учили по ЕГЭ и для ЕГЭ. Я боюсь, они даже не смогут сходу учить как надо. Да и надо ли им это? ЕГЭ лишил учителя ответственности. Да, наверное, в школе должна быть какая-то система оценивания и учителя. Но что на выходе? Учитель 7 лет после начальной школы учит школьников русскому, математике, биологии, истории. А в конце обучения ученики пишут все на листочках, а учитель даже не знает, научил он их чему-то или 7 лет прошли впустую. Получается, если учитель не несет ответственности в первую очередь перед самим собой, то его работа бесполезна. Работа без ответственности — это работа ради работы, она не нужна. Учитель становится лишним звеном, что, скорее всего, и школу переведет на дистанционное обучение с дополнительными услугами в виде репетиторства. Учиться сдавать тесты можно и без помощи учителя. А если не получается, вот тебе рынок репетиторских услуг в помощь. Да, все кажется очень страшным. Но мы сами позволяем этому страху материализоваться в отуплении наших детей. Мы уже давно мысленно перешли на рельсы поезда в никуда, где все можно купить. Но нет никакой гарантии, что даже если мы заплатим большие деньги, нас вылечат от того, чем мы болели, научат тому, что нам полезно. И жить мы будем в той стране, о которой мечтали. Нет такой гарантии. Потому что по ту сторону условного договора сидят точно такие же люди, которые хотят все купить. Да, мы тоже должны. Мы должны учить своих детей, учить любить учиться. Советское образование позволяет нам научить ребенка физики и химии, даже если в школе их учили этому плохо. Многие возразят, а где взять время на это? Время берется в выключенных телефонах, выключенных телевизорах и компьютерах. Заниматься науками с ребенком гораздо интереснее, чем проводить очередную шариковую игру в телефоне. Или обсуждать политику или повседневные праздные вопросы в мессенджере. Всеми науками вы, конечно, ребенка не заинтересуете. Так заинтересуйте его хотя бы тем, что нравится вам. Или вам нравилось в школе. Да, времена тяжелые, пожалуй, победить очень трудно. Значит, надо приспосабливаться. Не прогибаться, то есть плыть по течению и со всем соглашаться, а приспосабливаться. Временно приспосабливаться. Быть осторожнее, быть умнее, быть добрее друг к другу. Тогда, возможно, через какое-то время появятся люди, которым будет не все равно. Для которых личная нажива перестанет быть вершиной эволюции. Это тяжело? Да, это тяжело. А разве легче катиться в пропасть? Продолжение следует...